Политолог Антон Кучухидзе к нам присоединяется. Здравствуйте. Здравствуйте. Приветствую вас. Послушали мы господина Кулебу. Да, будучи в Китае, он сказал, что Киев готов к переговорам с Москвой, но когда Кремль будет вести их, готов будет вести их честно. Как думаете, что может изменить вот этот визит министров Пекин с точки зрения влияния Китая на Россию? И вообще, есть ли смысл и польза для Пекина говорить с Кремлем и уговаривать их идти на какие-то уступки? Я думаю, что вопрос не такой, скажем, ответ на ваш вопрос не такой однозначный в данном периоде, потому что очень мало вводных инсайдов мы получили все-таки, что было на переговорах между господином Кулебой и министром иностранных дел Китая. То есть три часа министры говорили, значит, диалог был про абсолютно конкретные вещи. Это не просто какой-то протокольный визит министра, про то, чтобы там рассказать про глобальный саммит. То есть, скорее всего, говорили про пункты с мирного плана и про возможности Китая или желание Китая принимать участие, например, в работе по этим пунктам или в реализации пунктов мирного плана Украины, в том числе путем воздействия на Российскую Федерацию. Тут надо понимать тоже контекст. Китай не особо счастлив от того, что расисты пошли в углубленное военное партнерство, фактически в военный союз с Северной Кореей. Вы вспомните тогда, после визита террориста Путина в Северную Корею, как много в американской прессе было разговоров относительно, а что же будет делать Китай и так далее. Поэтому, скажем так, внешние факторы и интересы Китая и внешние обстоятельства, что реально мирный план обговаривается более ста государствами, украинский мирный план обговаривается как минимум ста государствами, это все содействовало тому, что данная встреча произошла. И также обратите внимание на контекст. Вашингтонский саммит НАТО, декларация вашингтонская о том, что Китай содействует Российской Федерации в войне. И, конечно, вот эти три фактора, они способствовали тому, чтобы Китай провел встречу на таком высоком уровне, выслушал позицию Украины и передал свои позиции. Поэтому я думаю, что это первый шаг для такого углубленного диалога. И это, понимаете, это не только Украине, эта встреча была выгодна не только Украине, но и Китаю, что это определенный сигнал, что они в коммуникации с Украиной на высоком уровне, понимают, что проинформированы, что зачем идет и так далее, и так далее. Поэтому реальные результаты этой встречи мы увидим чуть позже. Будет ли Китай оперативно включать механизмы давления на Российскую Федерацию? Это вопрос открытый. Это будет зависеть от их экономических интересов и, скажем так, от обострения или же от реальной угрозы введения санкций против Китая. Учитывая замедление роста экономики, учитывая инвестиции в эту страну западных государств и так далее, и так далее. То есть, ну, нельзя вам, знаете, назвать дату, вот знаете, вот там, через два дня Китай начнет давление на Российскую Федерацию. Должно сложиться очень много факторов, чтобы Китаю стало это действительно выгодно. Но, скажем так, это не значит, что в какой-то промежуток времени не появляются какие-то шансы или какие-то возможности лишний раз проговорить с Китаем об их экономической коммуникации с Российской Федерацией и так далее, и так далее. Вот, в принципе, весь результат. Украина тоже выполняет свои задачи на таком высоком уровне. Лично министр проинформировал китайского коллегу о готовящемся саммите мира, о втором его заседании. Также принцип был донесен абсолютно очевидный, который действует уже долгие-долгие годы, что про Украину без Украины не может быть никаких договоренностей. Вот. И я думаю, что стороны установили какой-то механизм обмена мнениями или оперативного реагирования, знаете, вне публичной плоскости на те или иные заявления, политические позиции, которые выходят у одной и у другой стороны. Пока что это выглядит именно так. Каких-то резонансных вещей, например, в средствах массовой информации Китая мы не увидели. Единственные, скажем, представители, которые манипулировали на данной встрече, это исключительно расистские пропагандисты, перекрутили слова министра Кулебы, перекрутили затем данные от китайской стороны относительно встречи и полностью манипулировали. То есть это позволяет нам говорить о том, что все-таки Москва не совсем довольна тем, что такая встреча произошла. Все-таки они, знаете как, пытались продать условно внутри населения, внутри страны точнее, и внешним игрокам показать, что Китай это же такой стратегический партнер, что они могут разговаривать только с нами и с американцами. Вот. Тут Китай пошел на... Ну, коммуникация с Китаем была всегда на рабочем уровне, это понятное дело. Постоянно там на сайте Офиса Президента все это время были и на сайте Министерства иностранных дел Украины были как раз-таки релизы о том, что там встреча с теми, встреча с теми. То есть коммуникация на рабочем уровне была. Но на столь высоком уровне это действительно резонансное событие на фоне всех тех назревающих конфликтов, которые возможны между Западом и Китаем и вокруг неясности позиций Китая относительно войны рашистов против Украины и так далее. То есть это все-таки такой сильный политический сигнал от Китая, что он действительно готов разговаривать со всеми, а не уходить в одностороннем порядке в угол к Рашистской Федерации. Ну вот, скажем, такой общий анализ, что было вокруг данного визита, предусловий и реальных результатов. Ну вот по поводу взгляда на войну со стороны Китая, Кулеба сказал такую фразу в день приезда своего, что Киев и Пекин должны избегать конкуренции мирных планов. Мы знаем, что есть мирный план Зеленского, мы знаем, что Китай имеет свой план, свое видение на то, как разрешить войну между Россией и Украиной. И может ли появиться какой-то третий мирный план, что-то среднее между планом Киева и тем, который предлагает Китай? И какой этот план по итогу могут взять за основу мирных соглашений? Время покажет только, но на данный момент ситуация выглядит так, что за основу все-таки взят мирный план президента Зеленского. Первый глобальный саммит мира был как раз-таки про это. Было согласовано три пункта на первом саммите. Я думаю, что ко второму саммиту украинская дипломатия и президент Украины в том числе, они работают с одной стороны над расширением количества участников, а расширение количества участников – это больше легитимности тому решению, которое будет принято на глобальном саммите мира. И второе, с точки зрения сути вопросов, украинская дипломатия взяла курс на то, что стороны могут принимать участие в работе и обсуждении пунктов украинского мирного плана, принимать предложения, но заявы не было о том, что саммит будет рассматривать альтернативные мирные планы. То есть все-таки работа должна происходить вокруг уже той основы, той основы, которая есть. Тем более, что давайте объективно смотреть на ситуацию. Китайский мирный план, который был первый, потом он был представлен и видоизменен, первый китайский мирный план появился 24 февраля 2023 года. Если вы вспомните контекст, то когда китайская сторона опубликовала его, расширисты передали тактическое ядерное оружие Беларуси. Одним из главных принципов того документа, представленного Министерством иностранных дел Китая, было как раз-таки усиление режима нераспространения ядерного оружия. Так что считайте, расширисты вставили им нож в спину. То есть Китай хотел представить миру какую-то позицию, заявить ее, и это было фактически в день отъезда Си Цзиньпина с Рашистской Федерацией. Вот как раз это тот период, когда китайский лидер был в Рашистской Федерации, и фактически день в день расширисты приняли решение о передаче тактического ядерного оружия Беларуси. Является ли это нарушение режима нераспространения ядерного оружия? Конечно же есть нарушением абсолютно. Поэтому фактически китайский мирный план, он был окончен даже без большой дискуссии, потому что расширисты повели себя именно таким образом. А потом уже после этой ситуации Китай начал объективно использовать ситуацию конфликтности, глобального конфликта между Западом и Рашистской Федерацией в свою пользу. Что-то гарантировать Западу, где-то давить на Россию. Ну вот один из ярких примеров, когда в недавнем прошлом террорист Путин поехал в Китай, то тогда в принципе китайская сторона дала четко понять, что газопровод новый они строить не будут, если расширисты не будут продавать газ Китаю по внутренним ценам. Ну вот как один из примеров, как давят на одних, что-то пытаются получить от других. Но в то же самое время не надо забывать, что все-таки большие вливания Китай делает в расширистскую экономику. Например, в 2023 год нефтересурсов было куплено китайской стороной на 438 миллиардов долларов. Это колоссальные деньги в бюджет страны, которая ведет войну. Ну и конечно же эти деньги пошли на оборонку, и оборонка произвела ракеты, которые, не только ракеты, но и любое оружие, которое летит против Украины на наши с вами головы. Вот такая сложная картина китайского позиционирования. Они где-то поддерживают расширистов, а где-то оставляют двери открытыми и для Украины, и для западных партнеров. Поэтому переговоры вести с ними непросто. Конечно, будет сложно, но это нужно делать, потому что в данном промежутке времени нужно усиливать давление на Российскую Федерацию не только через западные санкции, но и через крупных экономических партнеров. И конечно же Китай является таким крупным экономическим партнером. Если бы Китай столько не покупал бы энергоресурсов и прочих продуктов у Российской Федерации, то, может быть, урон от санкций был бы больше. Проблем у Российской Федерации по диверсификации экономических связей было бы больше. И так далее, и так далее. Поэтому в любом случае, несмотря на сложность позиций Китая, на их неоднозначность, с этой страной нужно вести такой же тонкий диалог, как они ведут его, в принципе, с внешними игроками, и по максимуму добиваться желаемых результатов по возможности. Антон, еще хочу успеть с вами обсудить и то, что президент Шаджи Байден обратился к американцам, объяснил, что выходит из президентской гонки, чтобы дать дорогу молодому поколению. Ну и рассказал, на чем сосредоточить свою работу на посту лидера Америки в оставшиеся 6 месяцев пребывания в должности. Ну и в частности, пообещал помочь сделать НАТО сильнее, сплочнее, остановить Путина от захвата Украины. Как думаете, каких решений относительно Украины можно ждать еще, пока Байден на посту? Принципиальное решение было принято Конгрессом о выделении 61 миллиарда долларов для Украины за этот год. Поэтому я думаю, что президент будет принимать решение о выделении, с одной стороны, дополнительной финансовой военной помощи, или же будут сейчас решения относительно различных программ военно-технической передачи Украине. И президент Байден четко дал понять, что он в последнее время своей каденции будет делать все по максимуму для Украины, чтобы она выстояла, и чтобы она не дала расистам победить. И, конечно же, Украина и борьба Украины против расистов стала очень символической для президентства Байдена. Если проанализировать другие его выступления, то он часто подчеркивал о роли США, о лидерской роли США в том, что террористу Путину не удалось победить в Украине. И более того, если вы вспомните варшавскую речь президента Байдена, то он сказал такую вещь, что расисты проиграли эту войну. Конечно же, у американской стороны свое видение факторов, по которым они считывают, почему расисты проиграли, оно не всегда соответствует с нашим с вами пониманием или с пониманием нашего населения. Но, тем не менее, факт остается фактом. Америка проявила лидерство в том, чтобы остановить расистов, навал у расистов на Украину и в целом на Европу. Поэтому, скажем так, Украина как одна из побед его президентства. И, соответственно, то, что Украина борется, Украина независима, эта тематика будет использоваться в рамках дискуссии Байдена и госпожи Харрис как внешнеполитический успех, что Америка сильна как никогда и способна вместе с союзниками останавливать любую агрессию. Вот такая логика будет относительно Украины. Все остальное будет идти в рамках своей программы усиления НАТО, усиления союзничества. То есть ничего нового, кардинально нового от президента Байдена в оставшиеся месяцы мы не увидим. Будут просто по максимуму рассказывать о своих достижениях экономических, политических, внешнеполитических и так далее. Ну, возможно, еще будет, мы надеемся, решение о разрешении бить по территории России американским оружием вглубь страны. Антон, спасибо вам большое, что вы нашли время присоединиться к нашему эфиру за этот интересный разговор. Антон Кущухидзе, политолог, был с нами на связи. Субтитры создавал DimaTorzok